всем приветики мы проснутые кошка вела себя ночью хорошо куда ты завалилась два несколько раз ходила в туалет я уже все убрала сейчас покормлю свиночек наверное чай кофе не будем с утра пить по дороге где-нибудь остановимся купим чайку кофейку там попьем вчера целый день на бутербродах да кстати ночевали мы в липином бару часто мы так и делаем пол дороги примерно 1300 километров мы проехали до мурманска не знаю сколько на 1200 чем-то примерно так же дальше соберемся поедем соберемся и поедем свинкам конечно не нравится их тесное пространство как задрались ночью даже разбудилась вы меня разбудили чё тут задрались ночью так сейчас положу травка мне с собой потом сочный корм еще есть холодильнике сегодня должны быть вечером дома лиса и сахары бандит точить не даешь мне никак собраться ну расческой скинула бандитка сейчас опять тюрьму пойдешь алена за руль пойдет а коля с тобой играть не будет да она единственно что если сходит в туалет и начинает мягчать вот она мягчит одним голосом когда она хочет чтобы я взяла на руки поиграть она прям чуть ли не орет из то что такая мяу мяу да у него нет в туалет если я услышу что-то в туалет сходила я остановлюсь я уберу за тобой но если ты будешь проситься на руки никак никак лена будет рулить потом коли когда мне сменит мы с тобой поиграем сирен тут конечно обалденно понюхаю тут даже цвет какой-то другой прям сиреневый сиреневый запах вообще класс вот она усадьба называется усадьба помещика гуляева по моему дождь пошел сейчас загрузимся и в путь дорожку комарья блин ужас так мы в подожжи на заправке лиска захотела опять в туалет перед подожжем я пересела сюда сделала все дела помыла все в переноске на немножко там промазала ну неудобно естественно я понимаю и удобно ходить на ходу ходить на ходу но тем не менее она умничка она сходит туалет хоть по маленькому хоть по большому и начинает мяучить меня звать я беру ее убираю потом играю к ну сколько игра минут 10 на нас ней и потом уже сажу переноска на них некоторое время вякает мявкает и потом наверное засыпает я так думаю скоро заправится возьмем кофейку попьем и поедем дальше меня просил мурманчанец сергей показать если есть по дороге какие-то ремонтные работы и если я буду не за рулем я ему в сообщении ответила то я покажу потому что ему тоже ехать в отпуск он смотрит мой канал ему тоже ехать в отпуск только попозже и он хочет знать как обстоят дела на дорогах докладаю обстановку на дорогах пока все нормально до медлежьегорска 160 километров и разметку наносят дороги пока нормальные все путем слушайте дай бог чтобы я ошибалась но что-то мне не нравится колено состояние он от как бы руки ноги нормальные до разговаривает как будто у него когда вот этот был микроинсульт он лежал больницы он плохо разговаривает либо он устал либо я не знаю я сильно волнуюсь уже на самом деле потому что он мне не нравится самого вечера уже к нам приехали в гостиницу я думала это усталость утром встали он такой же думаю не отдохнулся с проехали пока я была за рулем но вроде бы такой вроде бы не такой уже говорю коля скажи мама мыла раму там скажи то скажи все вроде нормально но как бы он из себя это нормально получается как будто бы выдавливает либо у меня уже глюки какие-то либо я не знаю короче высадила в туалетку сейчас пересела обратно потому что лучше я пока поеду за рулем потому что что-то мне совсем это дело не нравится последние новости мы на заправке медвежьегорске дорога была нормально ехала 120 130 вот никаких там ремонтов не было коля все такой же может быть правда он устал куска мяукает может правда устал я не знаю на что это списывать или что-то не так с ним или он устал одно из двух ехали по кучу прям в темноту в темноту гляньте какой дождь рубит ужас это вот товарищ водитель наш пока полет идет нормально наблюдаем за за полетом ехали немножко у нас снова пересадка куля сам остановился говорит пересаживайся хотя утверждается что чувствует себя нормально и снова докладаю не снимала потому что рулила мы сейчас проехали уже отворотку на кем заехали на заправку и что с дорогами что с дорогами с дорогами в принципе нормально естественно начинают пушного и чего мне пересаживаться хорошо я не против есть хочу не могу пол пирожка за весь день вторая колонка вторая колонка пол пирожка за весь день съела вот потом коня доел пирожки еще по дороге хомячила лена сколько время то время нифига пол третьего я все на голодной диете так вот значит лоухи ой господи пушной мы проехали пушной ремонт дорог после пушного ремонт дорог светофоры но это все протяжение наверное на протяжении 15 километров и да мне чего такого особо ужасного но единственно что приходилось стоять на светофорах и терять время ладно раз пересаживаться буду пересаживаться сейчас низко она уже проснется тоже давно не вставала ну да конечно лена поела конечно лена поела нет ни в коем случае только пересела проснулась кошка я думала она сходила в туалет она ничего никуда не спадила она просто выспалась надо немножко пободрствовать если раньше как вам говорится знаете какой ужас дождяра там идет посмотри посмотри какой дождь дождя ты еще не видела да вот это лупит вот это а ведь палец интереснее будет да козявичная такая малявичная козявичная понимаете что не надо здесь выдираться и куда-то бежать вот сидит либо здесь либо там мы с ней играем внутри либо она мне сидит вот она конечно не против куда-нибудь рвануть а потом не рвется умная сейчас покормлю тебя все ребенок кушает ребенок кушает я еще не определилась с питанием как я буду кормить либо покупными кормами либо буду готовить я еще думаю размышляю читаю пока вот такой вот корм для котят я купила курина в план вот пока едим его там всего-всего много полезного помогает поддерживать функции зрения и развития мозга даже вот так вот паштет с индейкой вот хоть такие корма мы сейчас едим а уже в Мурманск приеду буду еще думать изучать может быть советоваться с кем как лучше не знаю прям не знаю у меня сомнения кстати нельзя смешивать вот я много читала но некоторые смешивают кормление покупными кормами и ну самодельными можно сказать там курочки мяско кашки всякое разное вижу что большинство не советуют смешивать вот эти два вида питания не знаю почему я бы такая чтобы того дала и сего дала ну ладно будет видно да миска мы решим все все придумается короче снова докладаю снова рулю снимать ничего не получается значит что до Мурманска осталось и сколько осталось то 200 держи деньги 250 что ли километров близко проснулась вот на расстоянии 200-350 километров было были дорожные работы но там сняли асфальт наверное километров 10 все вся дорога остальная нормально так наверное с Колей сейчас будем опять пересаживаться какое-то время я пересаживаюсь нянчу кошку потом сажусь обратно за руль ладно сейчас сразу пересяду пока он ходит пусть едет по поводу его самочувствия мне еще не понятно он даже поспал это первый раз когда я за рулем он подремал поспал но я на минут 20 недолго но все равно что-то с речью не так вот все равно хоть ты меня убей может это усталость так сказывается пусть будет лучше это так немножко покажу вот от воротка на Кандалакш где жила Настюшка Андрюшка куда ездил а мы едем в ту сторону в сторону Мурманска ну в принципе все зелено в Мурманске летняя весна еще деревья таки нежно-нежно зелененькие потому что листва еще молоденькая Лизка выспалась наигралась покушала не хочет спать больше мявкает и мявкает у тебя скоро девка будешь дома да ты не знаешь даже куда тебя везут вот за этой грядой вот за этой там еще ооо тотальный вот туда видишь промежут ну вот это короче говоря Имандрат да Имандрат куда-то за этой грядой в какой-то промежуток ездит на рыбалку вот такая вот река она огроместная вообще далеко-далеко протекает поглядим на водичку на барашку знаете барашки какие ну тазки мырнуть бы да холодная зараза холоднючая ищи тут и корюшка и окунь есть а че еще есть а че еще есть налим есть есть конечно вот вот впереди хибины вон он вон он он лежит стекло правда мокрое не видать кучки снега а с этой стороны не видно прям сопка в этом вверхушка вверхушка тумане и там впереди вверхушка в тумане или в облаках не знаю в чем она в облаках наверное в облаках в облаках да все равно красиво если бы не дождь так бы пофотографировать фотографии были бы необычные такие очень хорошие да Мурманск встречает дождями и плюс 5 градусов жара сейчас подсоединим аккумулятор выгоним мою машину запихаем прицеп он тяжелый или Коля его загонит задом вот и поедем домой завтра уже будем выгружаться не возьмем то что необходимое то что холодильник остальное завтра уже мыло же мыло же машину ну я ехала туда с работы по снякоти ну че ключик там вроде ты где-то ложил не знаю с какой стороны вот здесь она палец лучше мою машину выгнали слушайте сил нету что разговаривать вот не могу выехать ни на ручнике ничего ничего не подложено не могу тронуться с места оказывается при кислой колодке хотя машина стояла просто на скорости вот так вот немножко сдернула и выехала так сложно конечно на прицепе задом сдавать тем более опыта особого нет сколько мы второй год только на прицепе с прицепом вернее ездим я думаю какие наши дела когда выгружались ничего не снимала нет сил совсем ни на что да нет сил совсем ни на что разобрала сумки сумки холодильники потом разобрала цветы вот они коробки завтра выкинем колина рыба это сушилка наверное будет досушивать немножко влажная поставила листки два туалета такой и тут куда она ходила в дорогу на пеленку пока пускай на пеленку привыкнет потом буду переводить наверно на наполнитель или конечно хорошо когда просто в лоток да хватит тебе баловаться вот она такая довольная вот ну если что наполнитель наверно если что даже комкующийся лиска тут скакала бегала прыгала играла потом я села за стол отварила пельмени побыстрее по-моему покушать она залезла мне на спину потом на голову потом опять на спину и потом она на спине на мне каталась по квартире то есть я ходила она у меня сидела на плече потом я ее сняла потому что мне с ней ходить неудобно так что тут на кухне ну на кухне естественно бардачок все покидали поставила варить бульон сейчас искупаюсь и все просто я труп я просто труп вот маме говядинку привезла тоже деревенскую отварить и поставила и кусочек вымени у меня был куплен и заранее потому что перед отъездом я не купила тут у меня икорский букет цветочков видите как хорошо доехал это тоже икорские цветы фиалочки нормально которые цветут все надо порядок наводить Ольчик подметал блин вообще капец подметала поливала смотрела но пыль же она везде тут у меня фиалочки которые я привезла сушки в порядке сушек тоже надо убирать зассали все полки смотрю и там и тут это я на траву положила все зашикали ссыкухи чё я вас на руки еще не брала ну конечно конечно она начинали ну поорать ты кажется пока кабанела Ольчик вас раскормила да с рук говорила только или скажи мы и шрук мы и без рук мы такие обжорки короче вот так вот работа у меня не на один день закрыла дверь чтобы Лизка сюда не ходила в комнату так это мордовороты один и второй внизу они уже поели почему-то воду еще не поставила перелезли наверх сейчас им поставлю воды на лоджию тоже понятно все так поставила как могла цветочки главное вытащила эти немножко поникли что-то обрежу что-то обломалась что-то оживет я думаю распустится будет все хорошо этот уже сыпался тут куча всего короче у меня уборки 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 ладно у меня сюда выхода на работу есть несколько деньков а пока мыться и спать сил уже нет язык заплетается с Колей непонятно что мне речь не нравится он отрицает что у него какие-то там есть симптомы или как-то он себя не так чувствует к врачу категорически не хочет идти я бы все-таки проверилась на всякий случай ладно посмотрим что будет завтра ну и с вами буду прощаться всем пока всех люблю и конечно же до новых видео прощаться прощаться Продолжение следует...